Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД. В студии Катерина Калантаевская. Смотрите в нашей программе. Угроза безопасности. По легенде учений террористы захватили тренировочную базу крылья советов. Это наш русский город, наш русский полуостров. Россия плюс Крым равно любовь. Молодежь Самарской области отметила крымскую весну. Нужно молодежь воспитывать правильно и патриотизм массы. Знать свою историю. Школьникам Самары рассказывают о происхождении улицы Старозагора. На учебно-тренировочную базу крылья советов проникли террористы. Преступники удерживают заложников на протяжении нескольких часов. Такова легенда антитеррористических учений, которые прошли накануне в Самаре. Человеки отработали план действий по захвату злоумышленников и освобождению заложников во время игр чемпионата мира по футболу. Это очередной этап подготовки обеспечения безопасности граждан и гостей города во время чемпионата. Точно такие же учения пройдут на всех объектах Мундиаля, в том числе и на стадионе Самара-Арена. В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2016 год, подтвержденный председателем над директором ФСБ России генералом Алиной Ботниковым, сегодня мы с вами проводим команды, чтобы на учении по пресечению террористического акта на территории учебной тренировочной базы Крылья Совета. База, как вам известно, актуальируется в задействовании в рамках проводимого, планированного проведения мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году. По результатам учения будет проведен его разбор заслушивания денег участников. Коммунальная засуха. Жильцы девяти квартир дома по улице Победы, 138, почти неделю вынуждены обходиться без холодной воды. На третьем этаже произошла авария, которую коммунальщики никак не могут устранить. Подробности жители рассказали нашим корреспондентам. Улица Победы, 138. Наталья рассказывает про течки на потолке кухни. Ее квартиры появились 5 марта. Соседей сверху дома застать не удалось. Ничего не получилось сделать и приехавшим на место специалистам аварийной службы. По опросу жильцов, там проживает бабушка 90 лет, которую забрали в Сызрань родственники. Контактов нет ни у кого. С каждым днем течь становилась все сильнее. В результате проблему коммунальщики решили очень просто. 11 марта они перекрыли холодную воду по стояку, оставив без нее несколько десятков человек. По трое в каждой квартире. Неудобства. Причем у многих есть малолетние дети школьного возраста, которые также им надо и помыть их, и постирать. Обращения в управляющую компанию и полицию ожидаемых жильцами результатов не принесли. Соседи из 35-й квартиры им предложили искать самостоятельно. Как это сделать, люди не имеют ни малейшего представления. А их предложения поддержки не нашли. При присутствии участкового и понятых открыть квартиру и починить трубу. Или что там у них. Вы такой вариант предлагали участковому, например, во что на это ответили? Или управляющие компании, они что говорят? Почему они это не имеют? Они не имеют права. Они просто сказали, что они не имеют права. Это частная собственность. У меня у знакомых были. Это на Вольской. У них, правда, две недели не было воды. Потом приехала пожарная машина или там кто-то. Вскрыли квартиру и решили этот вопрос. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Крымская весна пришла в Самару. Сразу на двух площадках жители области отмечали присоединение полуострова к России. Спортивный праздник прошел в спорткомплексе «Чайка» и митинг молодежи на площади имени Чапаева. Подробности в репортаже Максима Острикова. В учебно-спортивном комплексе «Чайка» сегодня многолюдно. В лыжных гонках участвует около тысячи человек разных возрастов. Эта гонка является для лыжной базы «Чайка» традиционной. Мы проводим уже огромное количество лет. Но так уж приятно совпало, что 18 число – это годовщина единения народов Крыма с Российской Федерацией. Участники гонки – братья-близнецы Владислав и Вячеслав Михайловы – как символ единства братских территорий и народов. Люди разные, но очень похожи. Повод для лыжной пробежки им нравится. Мы приехали выступать на соревнования в честь присоединения Крыма и Севастополя. Крым наш. Народ Крыма два года назад принял решение присоединиться к России. Солидарны с ним. Мы решили прокатиться на лыжах в этот день вместо учебы. Детям раздают сладкие призы, а главная награда – поездка на неделю на двоих. Конечно же, в Крым. На площади имени Чапаева народу еще больше – тысячи. Это студенты самарских вузов и колледжей. Акция проходит под девизом «Крым в сердце моем». Погода отличная, на лицах улыбки. Участники танцуют, отмечают единение полуострова с Россией. Хотя, по мнению тех, кто часто бывал в Крыму, еще во время его украинской принадлежности, не было ощущения, что ездили за границу. Будучи профессиональной спортсменкой в не таком далеком прошлом, я очень часто выезжала на спортивные соревнования в Севастополь, в Симферополь, в Ялту и другие города Крыма. И, собственно, помимо того ощущения, что это все же морской курорт, возникало ощущение, что это российские города, что это наш русский город, наш русский полуостров. Причиной присоединения стал кризис власти на Украине. Разброт и шатание, которое, к тому же, длится годами и не нравится ни одному народу, ни одной страны. Поэтому жители Крыма провели референдум, сделали выбор и все стало на свои места. Тем более, что Крым исторически был частью России. В 1954 году по решению главы СССР Никита Сергеевича Хрущева Крым был выведен из состава РСФСР и передан Украине. О причинах такого решения историки спорят до сих пор. Но, так или иначе, через 60 лет, в 2014 году, Крым опять вернулся в состав России. В студии появился мой коллега Александр Семенов со своей традиционной рубрикой «Ваши деньги». Здравствуйте, Саша. О чем хочешь речь? Здравствуйте, Катерина. Самая ценная и полезная информация для потребителей прямо сейчас. Каждый пятый работодатель планирует индексацию зарплат. Служба исследований зарплата.ру опросила 427 российских компаний. Чтобы узнать их планы на второй квартал текущего года, в исследовании в том числе приняли участие 22 самарские компании. По результатам опроса у 74% организаций ситуация остается стабильной. Прием новых сотрудников в текущем полугодии планируют 60% компаний. 4% опрошенных затруднились ответить. 36% российских работодателей не нуждаются в новых кадрах. Тем временем, индексация заработных плат в 2016 году запланирована почти в 20% компаний. Тем временем, в России рекордно сократился размер среднего чека в магазинах. В феврале текущего года россияне в среднем тратили за поход в магазин 499 рублей. Это сокращение почти на 15%. По сравнению с январем месяцем, такие результаты опубликовал исследовательский холдинг «Рамир». Авторы исследований отмечают, что настолько резкого падения не было зафиксировано за всю историю наблюдений с сентября 2012 года. Согласно отчету, фактический размер среднего чека вернулся к показателям двухгодичной давности. Наиболее сильное падение среднего чека отмечается в крупных городах, в миллионниках, где его размер упал до минимального значения за все годы наблюдений. Эксперты считают, что сокращение среднего чека говорит о том, что россияне стали больше разнообразить свои походы по магазинам, посещая большее количество торговых точек, но по общему итогу они тратят больше, уверены в исследовательской кампании. Мы поинтересовались мнением самарцев, приходится ли им экономить. Экономишь уже не так, как раньше не глядя в кошелек. Сейчас все считаешь. Конечно, труднее. На чем-нибудь приходится экономить? На всем, абсолютно. Даже на детях. Ну, существенно, потому что зарплату задерживают. Существенно приходится экономить, конечно. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. По итогам этой недели подорожали немного овощи. Томаты плюс 2 рубля, огурцы плюс 1,5 рубля. А вот свинина и говядина подешевели. Минус 2 рубля за килограмм. Также переписали ценники на макаронные изделия. В среднем на 70 копеек за упаковку. В минус. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне, без изменений. И на этом на все, Катерина. Берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Но мы продолжаем выпуск и смотрите во второй части нашей программы. Нужно молодежь воспитывать правильно и патриотизм массы. Знать свою историю. Школьникам Самара рассказывают о происхождении улицы Старозагора. Продолжаем выпуск. Полувековой юбилей единственной улицы в Самаре, названной в честь русско-болгарской дружбы. В школах города продолжаются классные часы, на которых ученики узнают историю улицы Старозагора. Именно под этим городом в Болгарии Самарское знамя получило боевое крещение во время русско-турецкой войны. В далеком 65-м году улицу Памирскую переименовали в Старозагора. Таким образом, власти города отдали дань уважения дружбе двух народов. Подробности в нашем сюжете. Почетный гражданин Самары Виталий Алексеевич Симонов приехал в школу, которую когда-то строил сам. Он же в далеких 60-х обустраивал улицу Старозагора. Начинался болгарский уголок в Самаре с панельных пятиэтажек. Его протяженность 12 километров от улицы Советской армии до Алма-Атинской. В свободное время Виталий Алексеевич гуляет по родной Старозагоре и часто вспоминает трудовые будни. Мы подружились потом со строителями из Старой Загоры, из строительно-монтажного комбината. Ну, параллельного практически профиля, который был у нас в 3-11-м. Мы с ними встретились, подписали как бы договор о дружбе и сотрудничестве. Участница классного часа Елена Недлякова несколько лет назад закончила 72-ю школу. У нее есть болгарские корни со стороны отца. Нынешним ученикам она рассказывает об истории Самарского знамени. Книжки патриотические и фильмы – это, конечно, хорошо. Но когда взрослые ребята, старшеклассники рассказывают друг другу об истории Самарской области, о великих войнах, это как-то по-другому воспринимается. Это действительно патриотично, это искренне. И это того стоит. Нужно молодежь воспитывать правильно и патриотизм массы. Я за счет этого мероприятия как раз узнал, откуда... Я живу на улице Старозагора, я никогда не знал, откуда появилась вообще эта улица. И только вот из-за этого мероприятия я вообще узнал историю, почему так назвали. Точно такие же классные часы организованы во всех школах города. Сейчас в Самаре проходит проект «Новые Старозагорские игры». В конце апреля в городе пройдут славянские чтения. Сюда приедет делегация из Белоруссии и Болгарии. В том числе приезжает директор вместе с учениками болгарской школы имени Максима Горького, с которой мы много лет дружим, наши школьники 132-й школы. Далее мы планируем ответный визит. Кроме того, весь апрель Болгарскую улицу в Самаре будут убирать волонтеры и учащиеся школы, которые расположены по Старозагоре. 21 мая горожане отпразднуют на площади Куйбышева День Самарского Знамени. Гостям праздника покажут реконструкцию Шипкинского перевала. Анастасия Шамшурин, Олег Павлов, Рейна Гнатьева, СТВ. Баскетбольный клуб Самары встретится с Пермской Пармой. 23 марта в Алжане на своем паркете примут уральцев. На данный момент соперник, наших парней, расположился на седьмой строчке турнирной таблицы в Суперлиге. В их активе 12 побед и в пассиве 10 поражений. Дела у самарцев идут куда лучше. Подопечные Сергея Зазулина вплотную приблизились к тройке лидеров первенства. У нас 14 побед и всего 8 поражений. Несмотря на разные игры, игра предстоит действительно напряженная, ведь совсем скоро завершится регулярный чемпионат и перед матчем плей-офф нужны очки, как золото. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова-Абзац. В совершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского gslimansky.ru. Читайте наши новости Перми в социальных сетях, группах СКАТ и СТВ Самара. И заходите на сайт телерадио компании СКАТ. Я же с вами прощаю. Всего хорошего. Удачных вам выходных. Самарские коммунальщики получают поздравления с профессиональным праздником. Сотрудники колл-центра управляющей компании «Жилуниверсал» отметят его на боевом посту. Единая диспетчерская служба компании работает в круглосуточном режиме. Без перерывов и выходных горячую линию одновременно обслуживают пять диспетчеров. Им в среднем поступает в сутки до 200 звонков, в горячую пору и того больше. Они нам звонят, мы уже сами распределяем или в дом управления, или в благоустройство, или в водоканал. Отправляем заявки. После чего это отрабатывается, они нам уже отзваниваются и говорят о выполненных работах. Поступившая заявка сразу заносится в единую информационную систему. В статусе «Ожидает». Как только заявление передается непосредственно исполнителю, оно приобретает статус «Передано». При этом у каждой заявки свой срок исполнения. Сейчас это удобно в плане того, что мы делаем заявочку через диспетчерскую службу, а диспетчерская служба сама связывается с соответствующими уже поставщиками услуг и решает эти проблемы оперативно. Время исполнения по обычному заявлению зависит от конкретного вида работ. Так, по нормативам поменять лампочку работники ЖКХ обязаны в течение суток устранить течь крыши за три дня. Если же заявка аварийная, например, лопнула труба, ее исполняют немедленно. Все эти заявки в режиме онлайн, их исполнение видят как директор управляющей компании, так и все сотрудники, которые имеют к этому отношение, вплоть до начальников ЖЭУ и мастеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова